Где лето? Как надоело уже. Пора ехать в машину переобывать. Это высказывает гембарнаульцев по поводу погоды, которая сегодня утром вновь порадовала, в кавычках, конечно, своим майским теплом. Точнее, снегом. К тому же в городе отключили отопление, а у многих еще и горячую воду, резюмируют корреспонденты комсомолки. И приводят данные синоптиков о погоде на ближайшие дни неутешительно плюс 6-8. Да и утренний снег, видимо, не последний. Миллионы убытков. Руководитель спортивного клуба «Сафари Фитнес» рассказала Политсибру, что с момента закрытия торгового центра «Гулливер Парк» они потеряли 6 миллионов рублей. Всерьез задумались о том, чтобы требовать компенсации убытков. Другие предприниматели считают, что закрытие центров не повод для расстройства. Этот период времени они решили использовать для учебы своих сотрудников. Кстати, по данным Дубльгиз, который приводят журналисты, в «Гулливер Парке» располагаются 93 организации в арене 259, в России 33, в праздничном 68, в районе 35. Когда торговые центры распахнут свои двери, пока никто сказать не может. Но точно после устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. А в Бийском торговом центре в воскресенье во второй раз попробуют провести День художника. Благотворительную акцию планировали сделать чуть раньше, но тогда и помешали судебные приставы. Центру, как и Барнаульским, пришлось устранять нарушения пожарной безопасности. И вот сегодня акцию запланировали на 17 часов. Организаторы надеются, что она состоится. В чем суть мероприятия, читайте на страницах Бийского рабочего. Татьяна Голубева, Наши новости.